всем привет дорогие друзья вы как видели уже я подготовил резину я не варил ее я ее срезал вот это специально без вставки да насколько она мягкая резина оригинальная траксос вот эти уже три колеса за вставочками зачем мне все это нужно из названия вы уже поняли что сейчас мы займемся нашим TRX Camel Trophy который у меня открашен и с прошлого раза здесь добавились некоторые вещи такие как так шноркель был не было воздухозаборников это было это было не было петель ручки были появилась люстра вот такая вот установил ее сделал перемычку новую сюда да с люстрой появилась вот такая вот желтая канистра оригинальная траксос что дальше а дальше приехала еще куча всякой вкусности приехали оригинальные tracts с сантраки это оригинальные трак сосовские приехала вот такая вот траксосовская траксосовский набор лопата и топор его еще надо раскрашивать потому что цвет мне не сильно нравится я все это выкрашу сегодня приехала сенжоры прямо вот, ребят, сегодня, точнее для вас это уже вчера приехала желтая в цвет наш соответственно, закрывашка на крышу пакет выкидываем, нам не надо а дальше, ребят, ништяки, которые ну мне очень понравились смотрите, какая упаковка просто шикарно, да? открываем еще не открывал все оторвал все вот такой вот набор приехал, ребят здесь двухсторонний скотч зеркальце само да, и как вы поняли это зеркальце будем мы, соответственно, его ставить в траксос вместе с салоном который еще не доехал останется у нас после сегодняшнего с вами только салон и целиком готово опять приехали вот такие накладки я все-таки решил, что мне с ними нравится больше модель на передние фары накладочки поставим их также приехали дворнички дворники я уже такие брал на прошлый кузов как говорится, взял все то же самое они обычные пластиковые но мне нравится как они ставятся и как они выглядят ничего космического нет но симпатично сейчас сюда положу их к зеркальцу чтоб не потерялись дальше приехал вот такой набор, ребят слушайте, я, конечно, от китайцев немножко нахожусь в таком шоке, да? то есть, насколько это красиво все упаковано если раньше это приезжало просто вот в таких вот пакетиках то теперь это приезжает вот в таких вот коробочках а приехала мне защита задних фонарей вот такая вот тоже ее поставим по-моему, кайфово ну и самое основное, что приехало, ребят приехали вот такие вот белые диски диски на самом деле тяжеленные, ребят я не ожидал, что будет такой хороший вес диски трехсоставные трех четырех это можно убрать просто бумажка будем одевать на них резину Traxxas по-моему, будет очень-очень красиво и приехал вот такой вот девайсик сервочка Аустар Хоббис на 25 килограмм на самом деле, так думаю, что примерно все то же самое что я заказывал до этого но вес такой приличный у нее тяжеленькая она не waterproof судя по цвету digital servo то есть нам ее нужно еще делать waterproof скорее всего делать не буду еще не знаю хотя слушайте, а чего мучиться да, ее разобрать и залью лаком просто ничего космического делать не буду никаких там резиночек скорее всего ставить не буду может быть они даже и есть а что мы с вами мучаемся сейчас для вас пройдет очень мало времени а для меня побольше да, ребят не waterproof от слова не waterproof совсем никаких резиночек здесь нету и в помине поэтому я так думаю буду заливать лаком вот эту вот плату которая здесь есть залью лаком ну и возможно герметик нанесу совсем без waterproof ездить не хочется заказал просто так посмотреть что это такое потому что до этого брал немножечко другие сервомашинки синего цвета если вспомните они 18 килограмм давайте честно да здесь тоже не будет 25 килограмм я думаю здесь килограмм тут 12-13 скорее всего где-то есть но я так думаю есть ну и плюс она вся металлическая внутри ну что ребят давайте по-быстренькому я соберу а что еще забыл сказать вспомнил смотрите часто спрашивают как я режу траксовскую резину вот я беленьким пометил специально я режу ее именно вот так вот кто-то режет кто-то режет еще через одну большие шашки я не делаю так мне кажется что вот этого достаточно она становится более зубастая и более веселее едет на ней соответственно когда соберу уже всю откушу потом да потому что вот так кусать неудобно так можно насквозь а когда она в собранном состоянии она пожестче чуть-чуть и можно подкусывать кусаю обычными кусачками только вот что-то типа этого помельче у меня там есть просто получается подкусываю и очень-очень удобно можно делать это конечно и ножницами да вот какими-нибудь типа вот таких вот то есть вы резину вот так напрягли вам я надеюсь видно сейчас вот так подрезали с этой стороны подрезали с этой стороны недостаточно все ребят вот вот я срезал один зуб обычные вот такие вот ножнички очень нужно аккуратно чтобы не срезать вот эту часть да то есть прорезать внутрь резину тогда вы получите рваклю что соответственно плохо и опять же напоминаю при сборке помните да у траксовской резины есть левая есть правая здесь есть стрелочка которая указывает направление да то есть она показывает направление вращения вперед всегда то есть она должна направлена быть вперед то есть вот так вот вот это например колесо у нас в обратную сторону стрелочка соответственно это вот так вот да то есть есть внутренняя часть есть внешняя часть мы переворачиваем и оно становится в обратную сторону это важно помнить Так, три со вставками, одно без вставок Одну вставочку я вынул, сейчас я ее вам покажу Думаю, вам будет это интересно Значит, вот вставочка Колеса, которое было с отверстием Видите, она вся в пыли, в песке И такая еще даже влажная немножко Это не мои колеса, я купил уже БУ-резину Для именно Кэмела Ну вот, соответственно, вот, сыпятся с нее частички песка Если вы вскрыли резину, у вас такое Сначала ее надо высушить, потом ее надо собирать Поэтому для вас, опять же, пройдет немного времени Для меня побольше Потому что я ее буду подсушивать Ну что, поехали, соберем диски Давайте, кстати, быстренько вам покажу Из чего они состоят Не так Все куплено на Инжоре, ребят Решил делать такую интересную композицию Из TRX Camel Trophy То есть попробую разнести Убрать, соответственно, серву вперед максимально Перенести, возможно, аккумулятор получится Да, чтобы поставить салон Напоминаю, что в TRX проблема Если вы покупаете салон Вам, чтобы его установить Придется его как-то резать Еще что-то делать, да Потому что у вас аккумулятор высоко расположен достаточно Чтобы поставить салон Вам либо нужно печатать, либо приобретать Вот, смотрите, да Разбираются, как они Вот они разобрались Получается, у вас Три вот таких вот элемента Собирается все просто Берете резину Например, я хочу, чтобы она была правая Или левая Давайте Какая будет она у нас? Она у нас будет левая То есть стрелочка вперед Следовательно Вот эта часть Должна находиться с этой стороны Да, то есть давайте последовательно Вставляете кольцо Ребят, ну я понимаю, что я рассказываю сейчас Про писные истины Но некоторые из вас этого не делали, например И не знают Посмотрят сейчас И все, в следующий раз у них произойдет очень легко Вставили колечко Вставили вот эту часть Вставляем вот эту часть Здесь, опять же, есть тоже нюанс То есть не просто Вам это будет сделать Потому что Нужно совместить Отверстия Иначе у вас просто резина не зажмется Не советую, точнее, пользоваться Ребят, клеем Резьбовым, да Локтайтом Или каким-нибудь там еще Потому что потом Вы просто можете Это не открутить Все, наживил Теперь выравниваю резину Смотрю, чтобы все ровненько село И начинаю затягивать По чуть-чуть По очереди Все Фу, ребят На колесо ушло где-то минут Наверное, двадцать Ну, достаточно тяжело собирается Но Зато эффект Посмотрите Просто Просто шикарный По-моему, очень даже будет симпатично Рассказываю В чем есть проблема Вы, когда их собираете У вас есть Всего лишь одно Одно Правильное положение Вот этой вот части На пустом диске Сейчас покажу Так будет виднее Вот вы, смотрите Поставили, да? Вот отверстия Совпали А эти отверстия Не совпали И вам нужно Докрутиться До состояния Такого Видите? Опять не совпали И опять не совпали И опять не совпали А вот теперь совпали Видите? То есть Есть только один вариант Как вы его соберете Да? Чтоб у вас все было ровно Вот Одно собрал Пошел собирать дальше Сейчас соберу все Продолжим Фу, ребят На самом деле Собрать-то я собрал диски Но рассказываю В чем интересный прикол Вот внешний вид Да? Еще не нарезал Вот внешний вид Все красиво Кажется Но Резина Траксос Да? Как Ребят Многим уже известно Теперь я на своей Как говорится Шкуре Это все Прочувствовал Чуть больше Чем 1.9 И по итогу Вот там Где она должна Быть зажата Есть подозрение Что все-таки Где-то Она не зажалась На некоторых дисках Сейчас свет Направлю Вам покажу Сейчас сниму камеру Вот Чтобы вам видно было Смотрите Видите? Здесь вот хорошо Все четко А вот здесь Вот нет Вот видите Чуть-чуть Она не зажалась Пока попробую так Надеюсь Не вылетит С первого раза Очень надеюсь Значит попутно Успел сделать Сейчас лишнее Уберем Ледочка Значит попутно Что успел сделать Сейчас покажу Общий внешний вид Значит Поставил Стекла На допфары Прикрутил Соответственно Сентраки Одел Желтую эту часть Поставил Защиту Фонариков Канистрочка Желтая Прибита Уже Прибил Посмотрел Как будет выглядеть Лопату С топором И поставил Спереди Решетки Теперь смотрим Как все это Выглядит на машине Не поставил Еще дворники С дворниками Пока мыслю Как все это Сделать Чтобы было Совсем уж Симпатично Вот ребят Внешний вид Снимаем камеру Лебедочку Сюда вернул Вот такую Одномоторную Двухмоторная Сюда не лезет Поэтому Именно Поставил Такую Ставится Достаточно Легко И вот Наш Внешний вид Тачки Получился Честно Выглядит Конечно Бомбически Очень Мне нравится Как она Выглядит Именно Вот в такой Концепции С круглыми Фарами На крыше С люстрой Такой Внешечка Стала Такая Более Завершенная Остается Нам туда Салон Ну вот Внешний вид Сзади С этой стороны Вот так С этой стороны Было тяжеловато Ставить Если честно Потому что Сейчас покажу В чем разница Очень близко Хайджек Очень И очень Тяжело Было Именно Именно Поставить Заправлю Кузов Вот Именно тяжело Было Ее сюда Поставить Получалось Мешается Он немножечко Есть в мыслях Заказать Металлический Хайджек Чтобы здесь Было Совсем Красиво Вот Стало Такое ощущение Что Немножечко Криво Пока Не понимаю Почему Может Что-то Куда-то Хотя Нет Наверное Нормально Вот Как-то Такой Вот Теперь Внешний Вид Ну вот Такая Вот Сетка Желтая Тоже Сверху Желтая Зеленая Такая Непонятного Цвета Она Такого Немножко Вот Вот Как-то Так Соответственно Едет Салон Будет У нас там Стоять Салон Пока Пока Там У нас Ничего Нету Пока Не Приклеивал Наверх И не Ставил Дворники Возможно Делать Этого Пока И не Буду Вес Такой Еще Не Сильно Большой Чуть Чуть Подрастет По весу Еще ТРХ Шноркель Наверное Поменяю На Инжор Который Копийный Уж Больно Он Мне Нравится Он Сеточкой Вот Здесь Вот Ставится То Видите Здесь У ТРХ Нет Ни Сетки Ничего Да То Он Такой Тот Резиновый Вылитый Красивый Мне кажется Будет Смотреться Лучше Также Есть Мысль Вот Эти Грибки Куда У нас Крепится Кузов Не хочу На Магниты Переделывать Думал Об этом Наверное Их Просто В желтый Цвет Покрашу У меня Там Есть Краски Желтой Диски Тоже Будут В желтый Цвет Открашены Скорее Сего Закажу На Заказ Диски Отдам Вот Этот Диск Из него Сделают Копию Но Чуть Больше Чтобы Хорошо Одевалась Траксасовская Резина Потому что Мне нравится Ездить На Траксасовской Резине Здесь Она Хорошо Гребет После Выреза Здесь Еще Не Порезал А у У меня Есть По-моему Резанное Колесо Ребята Сейчас Я вам Покажу Ну Ну Ка Давайте Посмотрим Да Смотрите Вот Резина Не Порезанная Видите Вот Они А вот Резина Порезанная Вот Этих Шашечек Видите Нет Еще Интересный Вам Момент Вот Это Абсолютно Новое Колесо Траксас Вот Оно Жесткое Вот Это Посмотрите Насколько Оно Мягкое Вот Пальцем Видите Вот Со Временем Резина Траксас Становится Вот Такой Мягенькой Едет Она Просто Бомбически После Этого Где-то Раза В два Она В три Мягче Становится И зацеп Хороший Вот После Нарезки Так Что у нас Остается Дорогие Друзья У нас Остается Электроника Которую Я решил Перенести На Следующую Серию Что Именно Будет Перенесено На Следующую Серию На Следующую Серию Будет Перенесена Именно Герметизация Серва Следующей Серии Мы Загерметим Ее И Загерметим БК Систему Данный Траксос Будет Ездить На БК Системе Регулятор Хобби Винг И Мотор Пока Не знаю Еще Какой Посмотрю Еще Регулятор Уже Есть Мотора Пока Нет Еще Может Быть С РГТ Сюда Поставится А РГТ На Коллектор Уйдет Потому Что Нашел Неплохие Очень Моторы Сейчас Вам Бардак У меня Здесь Жуткий Конечно Вот Смотрите Сюрпрайз Хобби 550 Класса 27 Витков Ребят Вот Последний Мотор Я брал С Алиэкспресса Вот Такой Вот Очень Мне Понравился Очень Этот Мотор Мне Понравился Он Перенес На Самом Деле Три Гряземестные Покатушки Три Ребят Три В полном Цикле Гряземеста То есть Погружал Я вот так Вот Где-то Модель И С ним Ничего Не Произошло Поэтому Есть В мыслях Купить Еще Один Такой Мотор И На Него И Поставить Этот Мотор На Именно РГТ Потому Что-то Без Быках И Она У меня Ну Вот Давно Не Ездила А Хочется Ее Покатать И Подумал Что Все Перейду Наверное На коллектор На ней Обратно Будет Хобби Винговский Регуль Коллекторный И Вот Такой Вот Мотор Так Что Вот Так Вот Ребят Вот Такой Внешний Вид Получился У нашего Трикса У моего По По Моему Очень Бомбически Он Выглядеть Стал Именно В таком Цвете Нестандартном С Такой Компоновкой Мордочка Чуть Чуть Осядет Он В принципе Сам Весь Вот Так Где-то Осядет Под Весом Под Своим После Установки Аккумуляторов Всего Да То есть Сейчас На нем Нет Ни Мотора Ничего То есть Он Достаточно Сейчас Легкий Все Ребят Спасибо За Просмотр Ставьте лайки Дизлайки Кому Не Нравится Кому Нравится Подписывайтесь Спасибо Пока